Как Вы считаете, что является залогом легитимности власти в российской системе государственности? Не только в сегодняшнем, но и в сегодняшнем состоянии. Я написал работу на днях, еще тоже не опубликовал, о легитимности царской власти, предреволюционной, разумеется, уже конституционной после 2006 года, но безусловно, что современная власть теряет со страшной силой правовую легитимность. Она перестает быть легитимной по Конституции, по целому ряду причин. Одна из этих причин заключается в том, что в центре эта власть имеет выборный характер, но выборы парализованы, институт выборов не действует. Если институт выборов не действует, значит конституционной легитимности в этом смысле не существует. Эта власть пытается восполнить это конституцией исторической. Они апеллируют к русской истории, но только истории, вот я вам говорил, военной. Они стыдливо забывают, что они все-таки и наследники. Они признали это, что они правонаследники, правоприемники СССР. Значит, они признают все, что возникло с этого момента. Но они от этого двигаются. Про царскую Россию они вообще не говорят. Они готовы ее в каких-нибудь таких квазиэстетических формах принять, типа, как это называется, сибирский цирюльник. Вот в таких вот карикатурных формах они готовы присоединиться к этому. Там икра, блины, медведи и так далее. И все. Но не далее того. Проблема современной России заключается, Николай, в том, с моей точки зрения, что у этой власти нету легитимности, поэтому она дергается. Она дергается. И вот эта вот тандемократия и вообще тандемная форма, она же полностью нарушает вообще Конституцию. Причем она очень опасна. Почему? Невозможно вынести вотум недоверие. Путин и его команда сделали так, что вотум недоверие стал невозможным по Конституции. Раз вотум недоверие тоже не действует, парализуется действие Конституции, парализуется вся политическая машина во всех ее проявлениях. Выборы не работают, вотум недоверие невозможен, тупик. Цук-цванг, пойти некуда. Ситуация, но ничьи не бывает, нельзя заключить ничью. Нужен какой-то выбор. Возвращение к правовой легитимности, как у всех. Причем четко должно быть заявлено. Жак Ширак говорит, Ширак, недавний президент Франции, он говорит, человек не левый, а таких умеренных убеждений, центристских. Наше государство не является государством, родившимся во времена и в эпоху Жанны. Это говорит, в общем, верующий католик. Наше государство родилось в ходе большой революции 89-го года. Это говорит не человек, близкий принципам 89-го, но он признает, что их государство такова. Вот он признал, нравится, мне не нравится, но он признал. И достигнут консенсус между галлистами, социалистами, основными партиями, между Ле Пеном и остатками коммунистов даже. Те, кто представлен национальное собрание, между ними достигнут консенсус по поводу того, что современное государство, не Франция как культура или страна государства, возникло в 89-м году и так далее. И в этом их легитимность, и правовая историческая. Здесь, во-первых, полный туман. Полный туман. Какая историческая легитимность? Наследником какой России мы являемся? Ленинской они не хотят быть. Они говорят, что это какая-то такая коминтерновская, жидомасонская. Вот так вот. Именно в этом они не хотят. Они хотят вот этой вот... Они хотят сделать ставку на вот эту сталинско-национальную. Вот это вот. То есть они по-другому трактуют войну и все такое прочее. И все. Но они от правовой отказываются. Современный государство не может обойтись без правовой легитимности. Не может, оно рухнет. Потому что это как бы вот... Контрадиции на объекту. Это невозможно для существования государства, если оно отказывается от правовой легитимности как государство, как стейт. Но они практически отказались. Поскольку они отказались от выборов и всего остального, от партийности и всего... Они отказались от этого. Вот и все. Поэтому я думаю, что это одна из центральных тем. И они чувствуют это. Только они чувствуют в своих категориях, в своих понятиях, если угодно. У них чувства другие, но смысл именно этот. У них нет фундамента. У этого нет фундамента. У большевиков даже поначалу был сильнее фундамент. В этой марксистско-ленинском видении мировой истории, что они ее финал. Вот как финал всей этой гигельянской философии и всего этого дела. У них хотя бы в этом было. И я могу до определенного момента понять это. Потом прибавилась война. Вот это вот народное все и прочее, прочее. А у этих-то вообще нет никакой легитимности. Причем большевики никогда не говорили о юридической легитимности. Они всерьез и не относились к Конституции. Никогда. Абсолютно. Например, господство КПСС. А слово ВКПБ в Конституции 1936 года упомянуто один раз в 9 главе. Все. Где-то в 9 главе сказано, что ВКПБ является чем-то там передовым, анагардным. Все. Это потом появилась шестая известная статья в Конституции 1937 года. И уже была другая, кстати, политическая тема Конституции 1936 года вообще. Никакой ВКБ не говорит, хотя это и является основополагающим. То есть это вообще был вспомогательный документ ДСП для служебного пользования, так сказать. Но сегодня-то это не так. И никакой другой легитимности нет. Там запрещена любая идеология в Конституции. Церковь отделена государственная, то есть никакой религиозной тоже идеологии не может быть. Все. Они сами себя заставили опираться на правовую, то есть юридическую легитимность. И от нее же отказались. Это самоубийство то, что они делают. Самоубийство.